Привет всем друзья! Насыщенные футбольные выходные отгремели, а это значит, что АБФФ ТВ Рада представит вам 10 по счету обзор первой лиги. Захватит ли Арсенал первую строчку в таблице? Решалось на соке в матче с Кункачами. Сумеет ли Локомотив удержать Днепр Игоря Чумаченко? И сможет ли Лида отобрать очки у Бобруйской Белшины? В Новополоцке судьба свела в очном поединке соседей по турнирной таблице. Скудная результативность одна из причин, которая влияет на невыразительный старт Нафтана в сезоне. Матч же Сорши вышел за рамки привычного и Нафтан открыл счет уже на восьмой минуте, когда Кротов пробил Моталыга и оформил дебютный для себя мяч в сезоне. Все самое яркое команды решили приберечь на второй тайм, когда зрители увидели сразу три забитых мяча. На 77-й минуте Рассолько увеличил преимущество хозяев, сделав счет 2-0, а через три оборота секундной стрелки Зарабеков довел счет до крупного. 3-0. Все же уйти с Сухарем Игорю Довгяло не позволил Зинько, совершивший пробой на Новополоцких ворот уже в добавленное арбитром время. 3-1. Днепр в паре с Белшиной, продолжающей погоню за лидерами, в родных пенатах принимал гомельский локомотив. Беспроигрышная серия Лока до этого тура составляла 7 матчей, а три предыдущих поединка неизменно заканчивались со счетом 1-1. Очень добротный первый тайм в исполнении локомотива омрачился пропущенным мячом перед самым антрактом. На 39-й минуте индивидуальное мастерство Хотова позволило Днепру выйти вперед. Впрочем, хорошая реализация моментов могилевчанами во многом предопределила исход поединка. На 65-й минуте Мухамедов спокойно разобрался с Селивончиком в ближнем бою, увеличив преимущество своей команды до двух мячей. Несмотря на полный порядок в атаке, гомельчанам так и не удалось отличиться, а мяч упорно не летел в створ ворот Журова. А молодые футболисты Днепра решили учинить разгром, еще дважды отправив мяч в ворот у локомотива усилиями Сеня и Гусева. 4-0. Днепр пополняет свою очковую копилку тремя баллами, а серия Южан без поражений прервалась на отметке 7 матчей. Как говорится в таких случаях, матч между первой и второй командами чемпионата был не за 3, а за все 6 очков. А очный поединок Крумкачу и Арсенала для обеих команд являлся самым серьезным испытанием на прочность всей первой половины сезона. Команда Олега Дулуба большую часть матча играла с мячом, Арсенал очень классно выбегал в острые контратаки, быстро минуя центр поля. Активные фланги и ошибка Калтыгина на выходе привели к тому, что на 21-й минуте Сенько вывел Держинца в лидеры. Все попытки Воронов отыграться успехом не увенчались, а гол Сенько так и остался единственным в матче. Таким образом, в важнейшем поединке Арсенал побеждает и меняется местами с мячанами в таблице. В Пинске встречались Волна и Барановичи. Гости туром ранее одержали первую викторию в чемпионате, но лишились главной атакующей силы в лице Артюха из-за удаления. Вероятнее всего, это и сказалось на голевом потенциале Барановичей, поскольку на 16-й минуте волна вышла вперед благодаря точному удару Теслюка. А всего через 12 минут с передачи все того же Теслюка отличился уже Кибук, сделавший счет 2-0. Все попытки Барановича отыграться никаких плодов не принесли, а конвертировать опасные перспективные моменты в забитый мяч команде Олега Короля так и не удалось. Лида, матчи с участием которой зачастую получались довольно веселыми и эмоциональными, пожаловала в гости к Бобруйской Белшине. Команды решили не раскачиваться и уже на первой минуте Воловик открыл счет в матче, позволив Белшине чувствовать себя чуточку увереннее. В самом конце первого тайма команда решила устроить мини-перестрелку. На 43-й минуте Васильев сделал счет 2-0, а в компенсированное арбитром к первой половине встречи время Шороц вернул интригу поединку, сократив отставание в счете. Сразу после перерыва Шороц продолжил штамповать мячи и на 54-й минуте сравнял счет, оформив дубль. Однако лучшая реализация своих моментов принесла Белшине итоговую победу. Сначала казахский футболист Чесноков вновь поставил лиду в положение отыгрывающихся, а Рамазан Исаев вернул разницу для Белшины в плюс 2 мяча. 4-2. Белшина в сложнейшем матче набирает 3 балла и наряду с Днепром подбирается к Крумкачам. Слонями встречались команды из разных полюсов турнирной таблицы, а для Шахтера матч был важен с точки зрения того, чтобы не отпустить далеко от себя Днепр и Белшину. Слоням перед 10-м туром являлся самой нерезультативной командой всей лиги с 5-ю забитыми мячами. Шахтер владел игровым преимуществом, предлагая сопернику высокий прессинг, который доставлял Слоняму проблемам в фазе перехода в атаку. На 25-й минуте все старания гостей конвертировались в забитый мяч Гитманчука. 0-1. Во второй половине Шахтер увеличил свое преимущество в счете благодаря точному удару за Гвоздина. Казалось, что Слоням вновь зарушит матч с Баранкой, однако Козел решил вернуть Веру местным болельщикам хотя бы на 1 балл. Но времени гостям уже не хватило. 1-2. Ставим в финальную точку традиционным подведением итогов. Арсенал благодаря победе над Крумкачами перемещается на первую строчку. Отставание коллектива Олега Дулуба теперь составляет 2 балла. А Билшина и Днепр продолжают делить третье место в таблице, имея в своем активе 18 очков. Все матчи первой лиги можно увидеть как на сайте АБФТВ, так и на телеканале Ясное ТВ. Вместе с вами был Детко Данил и помним, что первой лиги много не бывает.